Коронавирус может нанести ущерб мировой экономике почти в 3 триллиона долларов. Это прогноз от Bloomberg. Микробиологический объект спровоцировал макропроблемы для всех отраслей бизнеса. В связи с этим торгово-промышленная палата открыла горячую линию для предпринимателей. Подробности мы узнали у вице-президента торгово-промышленной палаты Вадима Чубарова. Вадим Витальевич, торгово-промышленная палата запустила горячую линию для предпринимателей, оказавшихся в трудной ситуации. На какую помощь они могут рассчитывать? Мы запустили горячую линию, связанную с выдачей свидетельства о форс-мажоре. Она получилась по факту, что это горячая линия в более широком смысле, так как вы говорите. Потому что по тем 621 звонку, который к нам поступил за эти дни только, мы видим, что нас спрашивают не только об обстоятельствах форс-мажора, а вообще о текущей ситуации, о финансовой сложности, которые есть у предпринимателей. Но и мы разъясняем то, что может считаться обстоятельством форс-мажора, а что обстоятельством форс-мажора не является. Приведите примеры таких обстоятельств. Есть принцип, который называется относимость конкретной запретительной меры к конкретному договору. И если этот принцип соблюдается, тогда это обстоятельство форс-мажора. Например, мы выдали свидетельство о форс-мажоре одной нашей компании, которая имела контракт с китайской компанией, но не могла вывести продукцию через конкретные переходы, которые были закрыты в соответствии с распоряжением нашего правительства. Типичные обстоятельства форс-мажора. Но не являются обстоятельством форс-мажора экономический кризис, валютные риски, Недоворосовестное действие поставщиков. А в чем поможет это свидетельство? Это свидетельство позволит компаниям как минимум уйти от ответственности по данному договору на период действия непреодолимой силы. Это значит исключение штрафных санкций, это означает исключение убытков, которые они должны были бы заплатить за неисполнение вовремя контракта от другой страны. Нуждается ли в совершенствовании системы нормативных актов, которые действуют в период форс-мажора, и какие изменения необходимы? Сейчас нужно дать возможность поработать тем нормативным актом, который есть. Мы соответствующее положение выдачи свидетельства в форс-мажоре обновили в 2015 году по результатам кризисов экономических 2014 и 2008 года. И это же положение будет регламентными нормами служить для наших региональных торгово-промышленных палат при выдаче свидетельств по внутренним контрактам. А что бы вы посоветовали предпринимателю, который оказался в трудной ситуации? Посоветовал бы ему не паниковать, четко разграничивать, где есть обстоятельства, которые можно перекрывать другими мерами, в том числе с помощью государства, о которых вчера, например, говорил наш президент Владимир Владимирович Путин. А если есть обстоятельства форс-мажора, обязательно известить противоположную сторону о том, что он намеревается получить свидетельство. Продолжение следует... Продолжение следует...